В Хул Шарифе молитвы зазвучали часом позже. По традиции именно в этой мечети собралось больше всего народу. Там побывали и наши корреспонденты. В мечети верующие начали собираться самыми первыми лучами солнца. С утреннего намаза и начинается священный для мусульман праздник Ураза Берия. В этот день не принято молиться в одиночку. Коллективная молитва – символ братства и единства. Сегодня призыв к праздничной молитве Гаец звучал в каждом уголке Казани. Тысячи верующих собрались в главном зале мечети. Как обычно, он не вмещал всех желающих. Тем не менее, воздать хвалу Всевышнему смог каждый. Позади больше месяца непростых испытаний. Держать пост летом тяжело, но верующие говорят, благодаря молитвам и стойкости с этим справились. В мечети рядом с ней слышатся поздравления в адрес знакомых и незнакомых людей. Что для тебя значит этот праздник? Вещание и радость. Я сам уже в течение 11 лет держу Ураза. И этот праздник для меня значит объединение, в общем-то, мусульманского народа. Это праздник всех мусульман. Я поздравляю всех с этим праздником. Муслим Аман – студент из Судана. В Кулшариф пришел вместе с друзьями один из первых. Для нас это самый важный праздник. Преодолев Большой пост, мы очень счастливы. Мы просим Бога о мире во всем мире. После намаза кто-то отправился домой, а кто-то в гости. В этот день принято накрывать праздничный стол и приглашать родных. Традиционные угощения – блюда из баранины, пироги и орехи. Одна из праздничных традиций – сбор особой милостыни, заката. Эти деньги направляются на помощь бедным. В течение священного месяца в каждой мечети стояли специальные кубы для сбора. Накануне праздника часть средств пошла на покупку товаров для малоимущих. К примеру, в Нижнекамске за это взялись волонтеры. Спасибо, поздравляю за внимание праздника Уроза-Бэра. Но на этом добрые дела не должны заканчиваться, говорят священнослужители. Проявлять заботу о ближних, сострадание к нуждающимся нужно каждый день, а не только в праздник. Есть не только Уроза и Курбан-Бэра, но еще еженедельно пятница, хотя бы, чтобы люди на нее приходили. Потому что человек, он нуждается в проповеди. То есть это как духовная пища. Ведь душа, она тоже хочет есть. И если раз в неделю хотя бы он получит эту порцию, будет прекрасно. Хотим рассказать о всех других моментах. О добром отношении к своим родителям, о добром отношении к своим соседям, которые порой бывают ближе даже, чем родственники. Ведь к ним мы обращаемся чаще. Алья Сафина, Ленар Хабибуллин, Вести Татарстан.